Всем привет! Это Би-Бой Друт, Нави Крю, Украина, Мистер Львив. Мы на World B-Boy Classic в крутой студии команды Раггетс и это Break Advice. Сегодня мы выучим такой элемент, как уфо. Это очень интересный элемент. Я сегодня покажу, как на него можно заходить, его можно добавлять в Power Move, его можно делать с футворка, входить в футворк. Очень такой универсальный элемент. На этом элементе очень часто травмируются кисти и очень важно правильно разогреть перед тем, как вы будете тренировать. Всегда перед батлом тоже важно разогревать. И потом, после того, как вы тренировали уфо, переходы флайер уфо, круги Томпсона уфо, тоже очень важно их разбинать. Как я это делаю? Я в первую очередь пробую разомять их в разные стороны, сами запястья, в разные стороны. Когда вы тянете сухожилия, сухожилия на самом деле разогреваются подольше, чем мышцы, и им надо больше времени. Очень важно растягивать запястья в статике. То есть, когда вы вот так как-то встаете, припустим, в эту сторону, надо постоять. Мышцы уже давно разогреты, но сухожилия надо больше времени. Есть еще одно хорошее упражнение. Наверное, его придумал Куджо. Это когда вы берете два кулака, сжимаете их и просто тянете руки вперед. Оно очень хорошо здесь разогревает сухожилия. Очень важный фактор для того, чтобы делать уфо. У многих складывается впечатление, что для уфо надо уметь делать горизонт. Это не так. Когда ты делаешь его на скорости, центробежная сила поднимает тело. Это очень важно помнить, когда ты его делаешь. Для тех, кто учит уфо, в первую очередь мы выбираем основную руку. Не бойтесь сначала, когда вы учите уфо, что вы черкаете коленями пол. Это нормально. Не у всех сразу выходит поднимать корпус выше и делать его чисто. Мы берем основную руку, максимально ее прокручиваем в ту сторону, в которую мы делаем уфо. Для чего объясню сразу. Ставим ее на землю и проезжаем на коленях. Делаем оборот до того момента, пока у нас рука встает в позицию, где мы уже не можем ее прокручивать. В этот момент мы ставим другую руку, в моем случае левую. Приподнимаемся немножко и быстро перекручиваем основную руку. Опять в ту же сторону, в которой мы делаем уфо. И продолжаем оборот. И так еще раз. Когда вы уже научились это делать быстро, вы не думаете о том, как менять руки. Пробуйте делать это на скорости и поднимать корпус. Чтобы поднять корпус, старайтесь дать чуть-чуть его вперед. Чтобы угол вашей руки не был 90 градусов, а немножко вперед. Это позволит вам подняться. Центробежная сила тоже сыграет свою роль. Выглядит это будет так. Для того, чтобы зайти на уфо сверху, не забывайте о том, когда вы ставите первую руку, правую нашу, основную, в моем случае, пробуйте максимально ее перекрутить вперед, чтобы вы могли подольше на ней прокрутиться. Заходить надо в две руки. Так вы будете меньше травмировать ваше запястье. И в тот момент, когда вы опускаетесь вниз, пробуйте сразу опускаться в ту позицию, на тот уровень, на котором вы будете крутить уфо. Не выше, не ниже. Ниже вам будет тяжело подняться. Выше вы ударитесь коленями о пол. То есть, о чем я говорю? Вы спускаетесь вниз, и в этот момент вы доходите в то место, на тот уровень, на котором вы будете крутить уфо. Это очень важно. Заход сверху очень важен, чтобы позиция тела была правильная. Попробуем еще раз. Заходим в две руки, максимально правую, и делаем. Тоже есть важное правило правильно держать корпус, когда вы заходите на уфо с ровными ногами. Когда вы заходите сверху, не забываем, делаем это в две руки, або не травмировать наше запястье. И входим в две руки, и сразу выравниваем корпус. Покажу с этой стороны. Мы встаем в две руки, и опускаем сразу ноги, попу, и стараемся держаться ровно. Как оно выглядит. Используйте мои советы для того, чтобы сделать уфо, и сейчас мы попробуем сделать это быстро. С вами был Би-Бой Друд, Нави Крю, Украина, Миста Львив, проект Брейк Адвайз. Всегда пробуйте учить новые вещи, чтобы выглядеть фреш и не стоять на месте.